Я уже когда-то проводила мероприятия и лекции на схожие темы, и я специально, когда готовилась, подняла те материалы, чтобы не повторяться. Потому что даже в библиотеке что-то похожее, в 2014 году я все-таки рассказывала. А потом я подумала, надо же поднять полный перечень ароматов, которые были сделаны в период именно войн, то есть с 1914 по 1918 включительно, и с 1939 по 1945. Вот такие временные охваты. И тоже, чтобы немножечко как-то сократить их количество, я решила брать даже не Японию, не Англию, а вот взять Францию, Германию, Россию. Географически тоже сократить. И начала переписывать. Я потом вам покажу, как выглядит список, который я только начала, и вы поймете, почему это на диссертацию. Это у нас карикатура на тему Первой мировой войны. Оказывается, в парфюмерной отрасли и в той среде, в которой она бывает во время войны, и в Первую и в Вторую мировую было много общих черт. В частности, у самих парфюмеров на уровне производства отрезается доступ к ресурсам. В случае Первой мировой войны, это конкретно Пруссия была не одна, она образовала блок, и главные поставщики розы, жасмины и прочих прекрасных цветочков, то есть Болгария и Турция, они были на стороне Пруссии. А это значит, что никакие французы ни через никакую линию фронта не повезут это розовое масло. А значит, сиди без розы или что-нибудь изобретай. И это касается очень много чего. То есть, это розохозяйственные связи, и это еще на фоне того, что запускается инфляция, нет денег в принципе, и каждое государство, которое вступило в войну, говорит вам, дорогие товарищи, спирт теперь идет на нужды фронта, кожа идет на нужды фронта, текстиль, в общем, тоже, и металлы тоже. И картон, кстати, тоже. Из чего вы будете делать футляры, во что вы будете это наливать, из чего делать содержимое, нас, извините, не интересует совсем. И государству можно понять то, что ему надо воевать, а тут какие-то духи. Ну, мыло, ладно, на мыло мы выделим ресурсы, но духи, извините, так вообще. Одно дело, когда это в будущем, на тот момент, советское государство, где нет частных фабрик. А если у нас капитализм, и вы частник со своей фабрикой, пожалуйста, ее никто не закрывает, и даже налоги с ней возьмут в полный мере. Только ваша проблема будет, где вы все возьмете. То есть у нас первая большая проблема то, что отрасль остается с минимальными ресурсами. Второе. У нас исчезают мужчины массовые. Что в Первую мировую, что во Вторую. А значит, хоть духи и производятся не для женщин, а для мужчин, а просто для всех, нет формального гендерного разделения, вводного имя еще нет, вот неформальное, оно происходит настолько очевидно, что даже не нуждается ни в каких пометках специально на коробке, потому что никого, кроме дамочек, нет уже. И духи никто, кроме них, покупать не будет. Ну, небольшой процент оставшихся туловиков не в счет. Потом, у людей, которые работают в студии, в принципе, могут купить эти духи, у них мало денег. Они будут стараться вкладываться в еду, в одежду, в какие-то предметы первой необходимости. И поэтому начинается более жесткая конкуренция между оставшимися, выжившими брендами. Потому что они просто хотят выжить. Поэтому сразу начинают думать, чтобы новенького предложить, чтобы интересного предложить, как это продать так, чтобы все-таки людям было не очень накладно и так далее. То есть пока все хорошо, можно почивать на лапах. Как только становится плохо, сразу все начинают соображать. То есть соображалка – это не только русские персонажи. И вот после войны уже, когда действительно военные действия закончены, произошел мир, вот тут идеи, которые были изобретены во время военных действий, их, как правило, и реализуют уже в полной мере. Опять-таки это подтверждается статистикой. Потому что, например, 20-е годы – это прямо перелом в области парфюмерной моды. Но если посмотреть, когда были сделаны основные ароматы, которые все поменяли, это именно первые послевоенные годы. 19-е, 20-е годы – начало. А пока идут военные действия, у нас просто нет ресурсов даже на воплощение этих идей до толком. Они, конечно, воплощаются, но не полностью, не все и так далее. Первая мировая война – это и новая техника, совершенно принципиально другой уровень ее ведения. Это уже нет красивой военной формы, красочной, чтобы отличать своих и чужих на поле брани. Нет дуэли, нет благородных объяснений или хотя бы переругивания через речку перед артобстрелом из единственной пушки. То есть теперь это просто мясо с одной стороны, мясо с другой, и все перемалываешь пулемет копейкой. И тот, кто идет на пулемет ровным строем, тот просто уже дорог. Вот бронепоезд. По нынешним временам, конечно, все это выглядит наивно-кастрюльным, но по тем временам это было очень грозно. Это танк. Модель не скажу. В танках я не очень разбираюсь. Я нашла просто один из самых симпатичных танков того времени. Даже гусеницы в заклепках. То есть уже может быть нападение с воздуха, уже могут самолетов что-то бросать, распылять. Массовое производство пришло не только в легкую промышленность, текстиль, обувь и так далее. Массовое производство сначала началось на военном уровне, и потом оно стало массовым производством трупов. Первая мировая, да, выделено этот шаг. Примерно, чтобы понимать, как выглядели дамочки того времени. Конечно, это модная картинка. Конечно, здесь у дамочек все хорошо. И у них никто в семье не умер. И они даже довольно упитаны. То есть дамочки у нас бывают тыловые, и дамочки уже бывают военные. То есть те, кто либо работает на оборонку, либо вообще находится где-то на переднем крае. Да, такое тоже есть. Это, конечно, глубокий тыл. Улыбаются и в шляпах. А вот это уже не тыл совсем. Мода одежная тоже стала меняться отчасти и потому, что раньше никто бы не мог предположить, что вот это вот. Дама в пальто, в большой шляпе, вдруг почему-то должна будет присесть, прилечь, да, вот как-то двигаться. Кроме как вертикальные планы. А тут уже, пожалуйста, за юг и стреляешь. Это уже рабочие заводы. Они стараются улыбаться. Все-таки нас же фотографируют. Но это как бы там, на лестнице. Кстати, в Петрограде именно в 1916 году открылся первый детский чаг. Так называли детские сады тогда. Именно для того, чтобы женщины, работающие на военных заводах, могли куда-то деть своих детей. На дворцовой набережной 22 до сих пор существует этот детский сад. И до сих пор там была преемственность по подбору воспитателей, чтобы брать только приличных людей, которым не безразлична судьба этого места. Потому что он начинался именно на общественных началах. Там работали дворянки. Там еще современный персонал помнит, как работала внучка Лескова. В ходе дворцовой набережной, там угол с Машковым переводом – это как раз детский садик. И дети до сих пор видят зеркало и лестницу, по которой проходил Пушкин. Вот списочек. Это не весь. Вот видите, 1914 год. В самом начале. Немножко видно, я вожу. 14-15 год. Погода начала разбивать. Есть разные энциклопедии, где перечисленные. Особенно мне британские нравятся. Они очень дотошно это все собирают. Так вот, я дошла до буквы целого ацинского алфавита. А еще впереди целый алфавит. И я поняла, что весь месяц на подготовку к лекции я буду просто собирать это все. Это только первая мера. А у меня еще сегодня и про вторую. Поэтому я не стала это все собирать дальше. Я просто сказала себе стоп. И в сегодняшнюю задачу не входит все это перечислить и показать картинки. Тем более, что большей частью на них картинок даже нет. Во все времена, по крайней мере, когда парфюмерия стала фабричной, ароматов было очень много. И во время войны, даже при общем снижении темпов производства, все равно их много. Но как и сейчас, например, с туфлами обстоят дела. Есть какие-то бренды, делающие просто очень качественную обувь. И полно всяких китайщины на рынках. Правда? И тот, кто будет писать про наше время, он не будет перечислять китайщину. То есть в этих списках перечислено вот вообще все, что только было где-то упомянуто. Хоть где-то дали рекламу, хоть в провинциальной газете. Вот эти добрые люди, составляющие энциклопедии, сосчитали. А нам это все не нужно, потому что золото уже отмыто временем от песка. Так что пройдемся по самым-самым интересным, может быть необычным. И даже что-то покажу, и это что-то тех времен. То есть времен Первой мировой войны. Этого человека сейчас уже, наверное, никто в лицо не узнает. В конце концов, это не Ленин. Я столкнулась с тем, что и Ленина уже кое-кто в лицо не знает. Особенно люди, родившиеся после 2000 года. Слушай, кто это такой мысенький? Это Поль Пуаре. Король моды, освободивший женщин от корсета. Человек, который при пересечении границы, при заполнении анкеты в графе родзанятий писал Поль Пуаре, и его это сходило с рук, потому что даже раз последний таможенник знал, кто это, и выходил кланяться. И вот этого человека в 1914 году забрали на фронт, и убеждал комиссара, что он не создан для военной службы. Комиссар сам дурак, направил его в честь. И в автобиографии Пуаре с удовольствием написано, как его потом оттуда убрали, потому что он, как сказано, морально разлагал всех остальных. Например, Фельдфейбель всех построил, и он говорит «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Всего? А этот «А зачем?» Все «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Ну, как можно после этого серьезно относиться к этому Фельдфейбелю? И вот он все время что-то такое делал. Его послали куда-то поручением, дали машину и сказали там быстро вернуться. Я не помню, он то ли на два дня, то ли на три дня куда-то заехал, где-то отдохнул, кого-то навестил, машина же дорога, потом вернулся. Я не помню, выполнил ли его поручение, но в данном случае это неважно. Он говорил «Я же вас предупреждала, что я не создана для военной службы для мотельера». И он, в конце концов, под каким-то долговидным предметом просто вернули обратно. А этот замечательный человек еще в 1911 году придумал, а чего бы нам, прекрасным партнерам, не нанимать парфюмеров самим, чтобы они нам формулу, мы эту формулу у них покупаем, и дальше сами, как будто это мы парфюмеры, производим аромат, продаем и прекрасно на нем зарабатываем. Над этой бизнес-схемой, конечно, посмеялся весь парфюмерный мир, потому что они не так долго учились, чтобы какие-то партнеры зарабатывали. Но все-таки он нашел нечистолюбивого молодого ученика парфюмерной индустрии, который согласился с ним работать, и прецедент был создан. Вот Поль Пуаре первым запустил парфюмерную линейку, получил именно партнеры. А после Второй мировой, когда парфюмеры уже подразолились, когда у нас появились кадры, готовые наниматься, вот тогда уже, по примеру Поль Пуаре, те модельеры, которые смогли разбогатеть на американских заказах, смогли этих парфюмеров нанять. И модная индустрия изменилась немножко. Парфюмеры стали уходить в тиль. Их имена уже не были написаны на футлярах. Кто это сделал, надо было уже, как говорится, гуглить. Вот работа парфюмерного дома Поль Пуаре, которым предусмотритель назвал именем своей дочки. Она не ассоциировалась с партнерскими ножницами, потому что это все-таки такое низкое ремесленчество. А парфюмерия и ювелирка высокая. Чтобы не смешивать жанры, вот этот аромат он назвал Мадемуазель Виктория. Смотрите, Виктория – это победа. То есть помимо имени, это еще и победа. Такое желание победы. Посмотрите на цвета. Это цвета французского флага. Француз всегда француз. Посмотрите, пожалуйста, на эту удивительную пробочку. Она из стекла, из цветного стекла. Сейчас эти флаконы каких-то безумных денег стоят на аукционах, потому что они сделаны более небольшим тиражом и по спецзаказу Поль Пуаре. Конечно, эскиз он сам разрабатывал, он же художник. И это не прототип будущей рекламы Пипсиконы, а это парашют. Абсолютно новая модная штука. То есть раз есть аэропланы, у нас появляются парашюты. А почему я говорю модная штука? Потому что женщины, которым очень хотелось быть красивыми, они воровали парашюты с полей сражений. То есть около вашей деревни там было сражение. Все разбомбило, все плохо. И тут обломки аэропланов. Так надо сползать за шелком, потому что весь шнуральный шелк ушел туда. А мы, может, хотим ночную рубашечку или свадебное платье, или что-нибудь в этом роде. Пусть там даже какие-то агарки парашюта, но мы все равно при огромных парашютных площадях найдем, куда приспособить. Поэтому парашют – это просто модная актуальная тема. Господи, парашютный шелк. Я знаю, что еще в советское время воровали как могли, потому что это действительно очень хороший материал. Ну, паруса, например, байдаршники. Еще в 80-е годы. Это уже фотография. Страшно завидую коллекционеру, который этим владеет. У него уже еще не вскрытый флакон. То есть чем это пахнет, я вам сказать не могу, потому что ни в каких источниках не нашла, а аэземляров у меня нет. И посмотрите, как был сделан один из вариантов упаковки. Бумажный тупус. И когда вы открываете и вытаскиваете, оттуда еще распускается бумажный цветок. Это тоже намек на раскрывающийся парашют. И, конечно, он тоже выполнен в цветах французского флага. А как же еще? Другой его аромат военного времени – «Ла фруйт де фензю». Тут надо отвлечься. Еще одно такое наблюдение, что ароматы, сделанные именно во время войны, ассоциируют либо с полным эскапизмом, то есть делают вид, что сейчас все хорошо, поэтому мы будем посвящать их нежным цветочкам, женщинам, которые не похудели, не оголодали и по-прежнему носят большие шляпы красивые. То есть абсолютная оторванность от мира. Но это бывает востребовано, потому что сколько можно было в грязи сидеть? Хочется чем-то совершенно не отсюда. А другая крайность – это когда абсолютный реализм. Да, мы в грязи, и поэтому мы будем, как эта грязь, так же пахнуть или визуально что-то отсюда переймем. И вот предыдущий с парашютом, он как раз из области реализма, а вот этот – из области эскапизма. Потому что в разгар войны, он в 1915-м был выпущен, это про райский сад, про запретный плод, про яблоко. И вот в этом аромате была первая попытка изобразить хотя бы фрукт, пусть она и не считается удачной, но она засчитывается как попытка. В эсмотеке французской есть образец, распространенный, видимо, по какой-то найденной лецитуре. И намек на яблочко в этом образце действительно есть. Конечно, это не кожаный футляр, это тиснение по картону, но все равно по тем временам довольно нарядное оформление. И даже вот крышечку смогли заказать с яблочным черенком, но все-таки как-то подозрительно напоминает каску. Все-таки рука дрогнула и получилась каска. Внутри еще записочки вложены. А это фотоисторическая. Это реклама аромата Le Fleur Defendant. А персонажа мы, конечно, не узнаем, особенно когда она отвернулась. Это известная Меся Серд, покровительница Шанель, которая как раз познакомила ее с очень многими представителями парижской богемы. И Меся отснялась в такой рекламе даже по нашим временам довольно смелой. Другой парфюмерный дом, уже другой аромат, другое название. Парфюмерный дом корон. Аромат называется... Я плохо читаю французские сочетания. На Месской Моа, по-моему. Если тут есть франкофоны, простите меня заранее. Никто кроме меня. Обратите внимание на флакон. Он ничего вам не напоминает. Например, Шанель номер пять. Только у Шанель номер пять не круглые грани. А здесь все скрублено. Дело в том, что у этого флакона и у Шанель номер пять один и тот же автор. Жюльен Виар. А вот этот он сделал раньше. Просто вот эту форму он продал фирме Коро, а потом слегка подкорректировал фирме Шанель Парфюмс. Мой благородец. Этот аромат тоже эскопический. Потому что за основу там была цвета старая, еще девятнадцатого столетия схема, где у нас мускус и цветы. Почему мускуса было добавлено больше, чем это могло быть, например, в викторианские времена. Потому что уже и на кожу ароматы начали наносить. Уже, можно сказать, сексуальная революция первая свершилась. Но все-таки он не был новаторским. И на упаковке там изображена вполне безмятежная девушка. То есть старые схемы, когда я говорю о схемах старой сборки, давайте пару слов скажу, чтобы вы понимали, о чем речь. Это когда у нас при разделении на верхние и средние базовые ноты, базовых нот примерно процентов 60. То есть больше половины. Совсем девятнадцатый век, это когда верхних нот почти нет, немножко средних, фактически с них ароматы начинаются. И много-много базовых. Их может быть вообще там 70 процентов, даже 80. Начало двадцатого века, когда наносят на кожу, верхних нот уже будут класть побольше. Отдельный сюжет будет из них составлен. И они будут составлять процентов 25-30. А базовых нот все равно больше половины. Вот если языком цифр от 55 процентов до 70 все-таки. А средние ноты, от которых мы сейчас ждем какого-то интересного сюжета, тогда были просто мостиками от начала к концу. Вот и все. Вот это еще старая сборка. И в этой старой сборке базовые ноты были древесно-мускусно-смоляные. В основном. Там, конечно, мало было бы дубовый мох. Там мало было бы тимоней и так далее. Но они были такие тягучие, сладкие, какие-то очень солидные. Часто вот с животно-фекальными нотами это абсолютно никого не пугало. Наоборот, это был намек на сексуальность. Потому что мускус почитался в 19 столетии очень неприличным, а значит афродизиак. Прямая связка. Разве что-нибудь приличное может быть афродизиаком? Случайно пойманный на просторах интернета товарищ принесла показать, что в тот момент, например, делала фирма Эйвен, которая еще не называлась Эйвеном. Напомнить, что она существовала уже тогда. Называлась Палифорнийская парфюмерная компания. Вот, например, этот аромат, по-моему, там, 16-го года. Называется просто гвоздика. Да, и пробочка такая. Это родная пробочка. Они далеко не все были стеклянными. Это очень дешевый вариант духов. Это тоже какие-то найденные на просторах интернета примеры из военных времен. То есть все еще дизайн довоенный. И мы подходим к очень прогремевшему аромату 1915 года. Иногда там датировку ставят даже 14-е. Но что-то я рекламки встречаю в основном 15-го и позже. Эйн Эйн Баум. Благуханный воздух. Благовонный воздух. То есть не просто приятно пахнущий. А Эйн Баума – это благовония. То есть воздух, напоенный благовониями. Фирмы Риго. На рекламе изображались то гарем, то какие-то красотки тонные. В общем, тоже как будто войны у нас нет. И вот этот аромат тоже был собран по абсолютно старой схеме. Вот как он выглядел. Это выпуск попроще уже. И фотографии из моего музея. Это то, что мы сейчас попробуем. Из 1915. Это один из моих самых стареньких. У него слетели верхи. И с ним тоже пришлось повозиться, потому что он пахнет не сразу, как надо. Вот он должен чуть-чуть полежать. Мне хотелось понять, как же он пах изначально. Я искала информацию. Нашла довольно точное описание. Нашла воспоминания о нем. самых разных очевидцев, встречающихся в литературе. Поэтому я сейчас покажу вам вот эту совсем старую версию. И потом дам попробовать то, что собрано как пример по нотам. Как бы он мог пахнуть, если бы был маленький. Тут надо будет мысленно совместить оба этих варианта. Мой не совсем точный. И старый не совсем сохранный. И получить представление об этом. Вот сейчас я дам первому уже под ослабшим нотам уйти, чтобы вам досталось самое вкусное. Пока подпишу. Для примера собрала вот этот вот вариант. Я его подпишу Embound New. Вряд ли, конечно, получится его полностью хорошо реставрировать. Но хотя бы получить представление. Вот у нас тайники. Традиционно передавать тебе немножко. Так. И потом, когда приходите домой. Они помечены. Кому не досталось, требуйте у соседей. Познакомьтесь с тем, что такое духи по старой свине. Я их даже на экскурсии не достаю. По источникам и по моим ощущениям три там доминаты. Герань. Герань. Сено. То, что достигается хорошей дозы. Кумарина. И миндаль. То есть, конечно, не само миндальное масло. Гелиотропин. Гелиотропин. То, что в целом может миндальный тон дать. Вот этот аромат. Он вам может не понравиться, потому что он довольно старомодный. Сейчас таких не делают. И самое, наверное, непривычное, то, что он вообще-то гераний. То есть главной темой там были севы, а не герань. Ну, если заход с миндаля в 19-м столетии – это норма, с геранью тоже нормально. Было целое гераневое направление аромата. С кумарином, то есть с синым запахом, стали всерьез делать ароматы с 1882 года. То есть к моменту начала Первой мировой войны это действительно уже слегка даже устаревшее. Ну, такая надёжная классика на тот момент. Такой вот старый куй, который гораздо не портит. А дальше у нас идут новые изобретения. Помните, я сказала, что Первая мировая подарила нам массовое производство трупов? Вот оно. Фазген, 1915 год. На этой плакате написано, что фазген у нас пахнет сеном. Так что, если вы почувствовали этот запах, будьте осторожны и принимайте все меры. Противогазы всё ещё весело ассоциируются со слонками. Дальше, 17-й год. Горчичный газ. Он же иприт. Причём его от души добавляли в него компоненты, которые действительно производят горчицу и чеснока. И миндаля, то есть он иногда пахнет миндалём. Причём его придумали ещё до войны, в 1913 году. Немецкий химик Герман Фишер разбил колбочку с синтезированным газом. Во-первых, его коллега на два месяца в больницу угодил. А сам Фишер сообщил куда надо. В немецкое химическое обществе сказал, что мне кажется, что очень убойная штука получилась. Они заинтересовались. В первую очередь, конечно, генералы. Сначала назвали этот газ ЛОСТ по первым буквам фамилии немецких химиков. Ломеля и Стенклфа. И в 16-м году им поручили довести формулу этого газа до настоящего убойного эффекта. То есть он был химически чистый, не имел ни запаха, ни вкуса, ничего. И для того, чтобы можно было понять, что тут пошёл газ, специально его отдушили. Представляете, отдушку любого газа делали. Ну, чтобы своих предупредить, чтобы они летели. Поэтому он стал называться потом горчичным газом. А слово «Иприт» он получил название «Иприт» от того, что его впервые применили на ИПРе. То есть в Бельгии немецкая армия залила англичан этим газом по ИПРам. Вот у нас новые типажи он породил. Даже для животных делали противогазом. Ну, слушайте, это даже не противогаз, это сумка какая-то с окулярами. Ну, как-то защищало, наверное. Для лошадей делали такие. Слушай, поражало глаза и легкие. Это фотография газовой атаки. Причём, это же не из пульверизатора распыляется. Газом заряжен снаряд. Снаряд выстреливается из пушки. И когда разрывается, просто от места разрыва начинает этот газ испарять. Вот таких количеств. Страшная штука совершенно. Главное, что ветер не поменялся. А то обидно будет. Это пример простейшей защиты органов дыхания, который сделали жители таких-то вот привоенных, прифронтовых деревьев. Маски очень актуальны. А это роман, который был написан в 1925 году Всеволодом Ивановым. То есть не Вячеславом Ивановым поэтом, а писателем, который мы сейчас вообще все забыли. Всеволод Иванов. Из аннотации. Главный герой на борту тонущего судна извлекает Маузер прямо из воздуха. Немецкий шпион меняется местами с преследующим его китайским коммунистом. Многим в клетке сначала объявляют Богом, а потом сажают на цепь. Медведя сажают в тюрьму, а потом превращают в миллионера. А мужчина вдруг оказывается женщиной. Кому как? А мне уже интересно прочитать. И он выпускался вот в частях, как журнал. На одном антигварном акционе я нашла, но не купила, я просто фотографию нашла. Он оцикрованно выложен в сеть, так что при случае найдите, почитайте. Интригующее название уже на первой части «Негодка, который не спит». То есть название газа даже стало названием книги. Другой интересный газ – люизит. То есть это уже третий. У нас был фазген, хиприт, и это люизит. Начинается левис, да? Это из-за фамилии он так назван. Из-за фамилии изобретателя. Это у нас уже 1918 год. И здесь предупреждают, что этот товарищ пахнет геранью. Фантастический роман, который написан Иоганнсом Бекером, даже назывался словом люизит. На русский язык его перевели как «Грядущая война». Вот титульный лист. Смотрите, во-первых, как эта «Грядущая война» рисуется, что сверху будут распылять. И на титульном листе написано «Грядущая война» или «CH хлор равно CH в скобочках 3АС». Да, вот в скобках люизит. Формула люизита. Это было названием романа. Картинка знакомая, только теперь вместо флакона этого благогонного воздуха, который только что мы понюхали, мы получаем три веселых газа. Один который пахнет геранью, другой геранью, третью сено. Вы представьте, мужчина вернулся, допустим, на побывку с фронта. Он предмет внимания всех оставшихся женщин. Сколько шансов имеет женщина, от которой пахнет одновременно и при этом фазбином иллюзией? К вопросу о том, стоит ли дальше делать духи с такими нотами. Если вот этого момента не учитывать, кажется, что кто-то пришел и ножницы мы так раз, и отрезал. Применение массовых нот в парфюмерии. Куда они делись? Почему дух сено сочли некрасивым? А почему с миндаля перестали заходить в ароматы и сосредоточились на цитрусовых? Слушайте, до сих пор вы почти не найдете ароматов с нотой миндаля. Вот тогда отрезала. И герань тогда же отрезала. Герань выдохов теперь тоже не найдете. Ну, сено более-менее вернулось. А медаль с геранью так и осталась. В прошлом. В 17-м году уже появляется принципиально новое направление. Да, конечно, на тот момент надоели цветочки раз, потому что в 19-м столетии только одни цветочки считай были. Два. Женский этипаж очень сильно изменился, и поэтому тоже как-то с цветочками не очень ассоциировался, кроме совсем уж каких-то тыловых счастливец, которым и объединить не пришлось. Но, главным образом, я уже сказала, у нас основная схема, на которую накладывались цветочки, теперь не работает из-за того, что она ассоциируется с военным оружием. И Франсуа Катин, который здесь изображен, предложил новую схему. Причем эту схему подхватили, и ею кормился весь 20-й век. Схема шипровая. Когда доминантами стали дубовый мох и бергамот. Он выпустил уже сто пятьсотый аромат с названием шипр. Слово шипр ассоциировалось с Кипром, с Афродитой, которая там вышла из пены, с какой-то эротикой. Например, в рецептурах 19-го столетия духи шипра могли начинаться со строчки тройных духов мускус, 375 частей. Это я сейчас процитировала. Потому что, опять-таки, мускус, афродизиак, эротика. Мы мускус немножечко припорошим, сандалом и вербеной, и шафраном, вот и получим шипр. А шипр образца 20-го столетия это совсем другое. Это не мускус с цветами, а это бергамот с дубовым хом и с какой-то начинкой. Начинку можно менять. Поэтому шипр очень разнообразный. И даже известная Шанель номер 5 это тоже классический шипровый аромат, но вдруг кто не знал. Правда, из современной версии вытащили дубовый мох, поэтому она перестала быть шипровой. Но, по крайней мере, до середины 50-х годов она была еще тем ярким шипром, который, как я говорю, бросается на людей. Для Франсуа Кати флаконы разрабатывала уже Рене Лалик и даже для вот этого малыша. То есть на самом деле вот этот флакончик размером с мизинец. Маленький. Но даже для него сделаны сколько-то мелких деталей. Вот на крышке там цветы очень детально проработанные. Тонированное стекло это не грязная бутылка. Это действительно остатки тонировки. Это уже тот образец шипра, который мы с вами попробуем из музея парфюмерии. Вот он, помните? Это с мизинчиком. Ну-ка посмотрим. Да, мизинчик. Я его очень крупно отсняла, чтобы было видно, как Франсуа Кати по-родственному у Наполеона взял орла и корону в качестве своего фирменного знака. Франсуа Кати потомок двоюродной сестры Наполеона. То есть у них с Бонапартом вообще дедушка. Ну, родственник все равно, корсиканец, поэтому символика взята, и никто не может оспорить. Вот ровно то, что я держу в руках. Фурьер гениальный, но на самом деле это от бедности, потому что, когда у нас все идет на нужде фронта, и нам нужно сделать из пыли и шишек, умный Франсуа Кати договаривается с какими-то зажигалочниками. Хотя, в принципе, металл тоже стратегическое сырье идет на нужды фронта, но если занести взятку, что Франсуа Кати делал направо и налево с удовольствием, он не размахал, то вам могут часть футляров действительно отгрузить налево, и даже сделать на них вырубку Кати. И такие-то надежные, замечательные футляры, посмотрите, вот, он не падает, он не трясется, поэтому он войну пережил, и первую, и вторую. И сейчас мы его попробуем. Я рекомендую, знаете, как сделать? Я тоже даю два блотера. Они доходят до конца, и последний отправляет назад. Потому что шипровые конструкции прекрасны тем, что они рассчитаны на долгое раскрытие. То есть у нас первый слой испаряется, а второй слой не будет на него похож. Вот как, если бы вы положили стопочку каких-то полупрозрачных, знаю, листков, каждый с своим изображением, и все вместе дает вам ощущение объема. И вы один за другим листок снимаете, и что-то меняется. Так, это мультфильм даже получается. Вот что такое шипровая конструкция. Поэтому, чтобы оценить, как он поменялся, пускай у вас пройдет туда и обратно. Это тоже флакончик как раз времен Первой мировой войны, выпущенный до 20-го года. совсем сегодня. Видите, это надеюсь. очень хорошо пробка притертая, так просто не открыть. Так. Спасибо. 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 Сфотографировала для масштаба рядом со стаканом в подстаканнике. Я его когда-то сама вскрывала. Он до нашего времени дожил еще и герметично. Уже позже, после войны, помните, я говорила, что новые идеи начинают реализоваться, придумываются, когда все плохо, а реализуются, когда становится чуть получше. Больше ресурсов, больше публики, которая может это купить. Когда немножко выдыхают, мы там стояли на лестнице, нам было плохо, но нас пустили, мы пришли сюда, сели, расслабились и можем уже поговорить об этом. Взрыв новых направлений прямо после войны это то самое, а теперь мы об этом поговорим. А теперь у нас выйдут духи Мецуха, посвященные роману Хлоба Феррара «Битва». Теперь, когда нам уже не угрожает непосредственная опасность, мы можем посмаковать подробности. Это у нас фруктовый шипр, фруктовое направление откровенное уже появилось. Табак блонд, когда у нас откровенное древесно-табачное появилось. Опять-таки, флакон узнаете? Тот же самый вариант для фильма «Карла». Это уже после войны. Шанель номер пять, начинается так вот рядышком просто. Причем, это не пятерка, просто одним флаконом и пошлась. В такой же был налит аромат Кюр де Руси, шанелевский. Кожаное направление, такое серьезное, дегтярное. Потому что эхо войны еще будет сколько-то лет отзываться. Мужчин-то по-прежнему нет. По-прежнему детей поднимай, работай, все делай. И только когда подрастут те, кто на войну по возрасту не попал, вот тогда демографическая ситуация выровняется. И в том числе и в парфюмерной области. То есть там опять мужчины эти начнут носить то же самое, что и женщины. вот эту кожанку все выпустили в слово Кюр де Руси. Просто в гугле наберите, вам сколько всего интернет принесет. Это шанелевский Кюр де Руси. Это фиген. Это, пожалуйста, пиве. Русская кожа. Все побежали, и я побежала. Давайте рожечку оставим. Потому что сейчас вот мы завершаем тему Первой мировой. Дальше мы быстренько как вот монтаж. Тридцатые. Мирное время. Когда сначала люди вроде расслабились, подумали, что больше же не будет этой страшной войны. Такой мы только что и прошли. Мы больше не будем такими идиотами, чтобы ее развязать. Прошло десять лет. И все готовятся к следующей войне. Но это все равно все еще мирное время. Все еще можно об этом говорить, но никаких расстрелов нет. А потом, я взяла период с 1939 года, у нас начинается уже действительно военное производство. И человек на экране это мало кому сейчас известный Леопольд Ружечка. Настолько мало кому известный, что даже в книге о парфюмерии и косметике, которую написала историк Марина Колева, его назвали Владиславом. Перепутав с другим товарищем из Википедии, он был тоже фармацевтический, но в другом времени жил. Просто Ружечка это славная химическая фамилия. Он получил Нобелевку еще до войны, за терпены, он занимался мускусами. В общем, он очень много чего наизобретал, сидя в Швейцарии в военные годы. То есть вот тут должно быть уже разделение, что происходило в России, в Советском Союзе и в Европе. В Европе, во-первых, не было таких разрушений. В Европе постарались сохранить свою парфюмерную и химическую промышленность, а в нейтральной Швейцарии так она просто расцвела, потому что именно туда сбежали все умницы. И они всю войну занимались медикаментами. Нет, мне можно не возвращать, это кто-то себе уже заберет, кто хочет, или не выпросит. Я-то его нюхала. Спасибо за честность, но нет. То есть и в Швейцарии же разрабатывали новые душистые вещества. во время Второй мировой войны европейская парфюмерная сырьевая отрасль сделала рыбок. Та же самая история со списком. Я не буду перечислять все, потому что вот тут у меня 38-й год, там 39-й, 40-й 40-й начался вот здесь. он продолжился, продолжился, это все 40-й год, это я тоже дошла только до буквы С, А, В, С, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й. Я поняла, что я тоже в этом утонула, потому что Европа продолжала делать парфюмерию. И это не один-два коллаборациониста, а это принципиальная позиция. Обе имеют право на существование, когда приходят враги, один вариант постараться как-то приспособиться, но сохранить, не знаю, лувр, сохранить модную индустрию, сохранить кадры, сохранить промышленность для того, чтобы когда мы этих гадов выгоним, у нас все-таки было во что наряжать девушек. Да, мы их потерпим, но мы понимаем для двоих ничего. Второй вариант вообще закрыть все, все, что не закрыто, взорвать и уйти в партизаны. Это вторая стратегия, она тоже имеет место быть и там свои цели задачи. В России пошли по партизанской. В России взрывали заводы, даже если быстро эту местность дали. Так сохранили. В Париже выходили модные журналы. Вот это как раз военных времен парижские выпуски. Мы можем увидеть, как выглядели дамочки. Причем дамочки у нас делятся на тех, кто воевал, в том числе во французском сопротивлении, на тех, кто вообще не хотел ни в чем участвовать и продолжал вести светский образ с жизни. Часть из них откровенно сотрудничали с немцами. И еще часть, я говорю не про захваченные страны, а участвующие, например, в Англии, они работали на военных заводах. То есть у нас повторяется история Первой мировой с той разницей, что у нас есть теперь еще какая-то модная жизнь в оккупации. Давайте на нее посмотрим, потому что производства не закрывались именно там. Вот у нас пока что модные девчонки. То есть это постановочные фото, конечно, это для журналов. Разнообразную ткань уже не завезли. Она все серенькая. Обратите внимание, что чем хуже людям, тем интереснее шляпки. Шляпка это замечательная возможность отвлечь от совершенно истасканной обуви внимание и от грязных волос или непрокрашенных или что-то в этом роде. Более того, шляпку можно сделать действительно из того мусора, который вы нашли дома. И это будет даже симпатично. эта фотография скорее уже из американского журнала, потому что где вы в оккупации столько тканей видели. Немцы еще до войны у себя ввели талоны на текстиль, не говоря уже о талонах на другие вещи. Там можно было выбрать купить две пары туфель или одно пальто в год или отрез тканей на что-то. немецкая военная машина отняла прежде всего у своего народа легкую промышленность. Так что вот такие меха это скорее всего Америка. потом этот силуэт повторится 80-е и сейчас кажется он к нам идет немного подойдет воздуху воду и он подойдет в и он д в воду и д Это у нас уже работают все эти девушки. Какие-то бытовые сцены. Видимо, это телефонная станция. Когда они соединяют. Когда чулок нет, надо накрасить ноги. И нарисовать на них стрелочку, как будто ты в чулках. В ателье оказывали такую услугу. Потому что в ателье тоже чулок было не купить. Но у нас есть химический парадаж. Потому что если у вас не нарисованы чулки, вы не выглядите как приличная женщина. И тогда вам не светит обменять известную услугу на тушенку. Потому что владельцы тушенки, например, американские солдаты, предпочитают это дело только с приличными женщинами. Так что разжевайтесь химическим карандашом. Это факты исторические. Француженка красит губы. Исторический снимок в оккупации. То есть война войной, а все-таки помады по расписанию. А это те, кто в тылу. Вот когда мирное время нам рассказывают, что уходите с работы, будьте женственными, рожайте детей и так далее. Как только надо таскать шпалы, вывешивается вот этот плакатик, и все. И уже никто не вспоминает про женственность. Это фото с Филиппин. Там же тоже шла война. С Липунией. Те же самые времена. Англия. Посмотрите, ни одной не причесанные дамы. У них нет распущенных волос. У них стрижки, укладки. В бегудях они спали всю ночь. Распущенные волосы появились гораздо позже. А до 70-х годов такую женщину бы просто осудили публично за то, что она расчетно потеряла. И шпильки, наверное. И совесть. Голландская гречица. 18-летняя девушка с французского сопротивления. Когда в 44-м году немцев выгнали из Парижа, с теми, кто сотрудничал с немцами, поступили примерно так. Их обривали. Их проводили по улицам, чтобы все видели. Это она еще, когда немцы не ушли. Тоже фотография французской женщины с немецким офицером. До и после. Но когда Париж был освобожден, он не был восстановлен. То есть город освобождали, конечно же, артиллерии, как положено. Он был достаточно разрушен. Но французы это отметили показами мод. И к некоторым коллекциям были выпущены духи. При том, что они выпускались и в оккупации. Но вот посмотрите, какой жест. То есть я не про праздничный салют, а про то, что отметить именно показом мод. Показать всему миру, что высокая мода осталась жива. То есть им предъявляли, что пока мы воевали, вы тряпочками занимались. И им отвечали, что пока мы воевали, вы тряпочками занимались. Кто-то же должен был это делать, чтобы сохранить. И эта фотография вот с таком показом мод. То есть подиума нет. Улицы перегорожены какими-то баррикадами. И вот на фоне всего мусора, который там находится, баррикады, баррикады, гаубицы, гаубицы. Там будет ходить рядом вот эта девушка, манекенщица. И раскладывать юбку-клюш прямо на баррикаде. Отличная, как сейчас называют, фотоголл, да? Стена для фотографирования. Это хороший способ вот так унизить военную технику. Использовать ее в мирных целях. Про войну в Вьетнаме, конечно, знаете. Моя мама училась вместе с вьетнадцами, которых оттуда, по-моему, эвакуировали. Вьетнадцы, у которых родственники. И они, прощаясь, подарили ей удивительную расческу алюминиевую, которая, когда проводишь по голосам, прямо пела. И на ней были какие-то буквы и цифры. Они пояснили, что мы делаем расчески из сбитых американских самолетов. И пишем на них, из какого самолета конкретно. И продаем их, как сувениры по миру. Вот так вот. Переходим непосредственно к ароматам. Он дит, Елизабет Эрден. Он дит, это вот они говорят, там они шеют, что-то слухи, смотри, что-то такое. Вообще, Елизабет Эрден, спорная персональ, потому что, с одной стороны, известный уважаемый Бренд, а с другой стороны, личный друг Гитлера. Антисеметка показательная. Поэтому именно ее Бренд был оставлен на немецком рынке, абсолютно зачищенным от всех иностранцев. Гитлер поднимал Германию шкалер. Он с 1933-м пришел к власти официально, и одна из его мер была поднять отечественное производство тем, что он давал дотации. То есть, если фермер, например, или владелец какой-нибудь маленького производства приносил ему справки, что у него все немцы в роду, не помню, до 17-го, что ли, века, что все евроборники, прям настоящие немцы, то есть, все доказывали свою чистокровность, фермер получал дотацию. Ну, то есть, просто грант какой-то. Экономика не поднялась. Хорошо. Так, кто виноват? Евреи виноваты, по мнению Гитлера, конечно же. У них собирают предприятие, экономика не поднимается. Кто виноват? Ну, не мы же, правильно? Потому что все деньги пускают на военную машину. О, иностранцы. Он зачистил от всех иностранцев крово, а парфюмерно-косметическую отрасль тоже, конечно, кроме Элизабета Орден. То есть, это был жест показать, что я не тупой изоляционист, а просто так тщательно выбираю друзей, что у меня их практически нет. Да, и Элизабета Орден, она к кому обращалась? К французским парфюмерам, потому что она, она сама не парфюмер, она владелец брендов. И это реклама военного времени на ароматы военного времени. Вот совсем старенький выпуск этого Омдит. И тут не видно, какой интересный флакон, но дальше фотографии будут уже с парадно-выходными миниатюрками, а не с такими миниатюрками. Вот. Не знаю, видно или нет, что на самом деле это две женские головки. Вот одна, видите, одна, тут глазки, носик, во вторая голова тут, сверху прическа общая на всех, и пилбочка. Вот это ладошка. Одна к другой прижалась, и там чего-то ей так шепчет. Вот так это выглядело. Конечно, это аромат эскопический, как будто у нас нет никакой воины. Видите, вот театр, карусель, не знаю, музыкальная шкатулка. Причем, смотрите, в военное время еще заказать такой уникальный флакон, это же дорого. То есть это полная оторванность от реальности демонстрируется на последние деньги, и мы наденем все лучше всех. Вот он же, но в более простом варианте, но коробочка все равно нарядная. С другой стороны, вы понимаете, вам все надоело, что при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна, что не достать там, я же молчу про мясо, молока, яиц, хлеба, да, что проблема из всего. Даже если вы житель тыла, даже страны, которая вроде как победитель. И где радость жизни? А достал такую коробочку, посмотрел и забыл обо всем. Вот уткнулся туда и сам бы залез. Вы не помещаешься. Я знаю, что если человек мечтает о большом доме, он иногда заводит кукольный и обставляет их. Вот та же ситуация. Это тоже другое. У меня нет этого аромата, он очень редкий, хранится в асматеке. Мне доводилось у коллекционеров пробовать только уже испорченные варианты, поэтому я не могу вам рассказать, чем он пахнет. Следующий товарищ, довольно известный из тех времен. Тут, наверное, плохо видно, на полустешившей этикетке. Называется он Крисоса. Крисоса – это такие индийские кинжалы ритуальные. Они имеют вот такую вот форму, по-моему, не видно. если почитать про них, это интересно, там внутри них, по-моему, духи живут. Целая властная индийская культура эти Криссы. А роман был выпущен в 1942 году фирмой Герлен. Если кто-то недавно мог купить кишку по семью Герлен, недавно ее перевели на русский и выпустили, она по документам написана профимерным историком французским и переведена. А там напоминается этот момент, что, конечно, Жак Герлен очень грустил за оккупацию, но фабрику не закрывал. Немцы к нему обращались, что он им сделал духи, ему страшно, это, конечно, не нравилось, но сделал заказы, что же делать. Потом, чуть позже, в завод попала авиабомба в 1942 году, а после войны очень косо смотрели на Жанка Герлена обвиняя в коллаборационизме, они не правы, я затягиваю книжку, подумала, почему не правы, но с другой стороны на себя посмотрели, потому что в целом так все выступали, кто там выжил. И вот название Крис возмутило даже тех, кто делал хорошую вину при плохой игре, потому что две последние С написаны уж очень напоминали вот эти молнии на погонах СС. То есть это вот такой прогиб, неприлично даже. И Рад, поскольку бомба попала в завод, все, не делаю. Но в 1945 году Герлен все восстановил и перевык, пустил его же под названием Давамеск. Крис И вот он уже в варианте Давамеск. Давамеск это такая восточная печенька с начинкой из гашишов. Конечно, никакой гашиш не попал в аромат, это просто тоже очень провокационное название. Но под названием Крис его нельзя было уже продавать, тем более в 1945. И его я вам сегодня дам попробовать. Мне удалось разжиться от Леванта. Я его храню в кипяченом советском флаконе. Смотрите, бомбу удалось добыть. И вот он хотя и назван вроде как милитаристский Крис, а он абсолютно эскапистский. Такой солнечный, мягкий, конечно, старомодной герленовской сборки, но он тут сам как шкатурка мягкая куда-то спрятался, и никаких бомб не слышно. Я подпишу Крис. И он тоже будет долго раскрываться. Как и многое в стиле герленов, тут непонятно из чего сделано. Нельзя сказать, что роза и далее списка. Аккуратно спрятаны все швы. То есть если бы я взялась его подделать, я бы сразу сказала нет, не смогу никогда и по-кому виски. И мне не будет стыдно. Хотя я, конечно, пыталась подобрать его. Потому что разница есть, забудем об этом. и в нем реабилитирована миндаль. Есть легкий миндальный тон. Потому что гелиотропин там используется. Без гелиотропина никак. потом проявает гораздо другое долго. Вот такие флаконы, как галстук-бабочка, были сделаны для аромата «Золотой петушок», «Окдор», еще в 30-е, а потом их просто стали наливать в его песк. Новые флаконы во время войны, особенно на Баккара, заказать сложно, поэтому берем старые запасы и немножечко их переименовываем. Металлическое напыление на лазурное стекло, довольно толстое напыление, и стекло довольно толстое, поэтому кажется даже, что это в металлическом корпусе. Ага, без маски-то лучше, правда? Небесный запах. А это у нас уже Франсуа Катей, но сам Катей умер, это его фирма осталась, они делали нежные цветочные ароматы во время войны. «Лесной ландыш» называется. Вообще название «Лесной ландыш» было просто у всех, в том числе и в Советском Союзе вот так появилось. Так, и еще посмотрите плакат военного времени, у нас тут абсолютно живая женщина, и никакого мужчины нет, видите, силуэт, у нее нарисованный мужик. Серьезно, посмотрите, потому что никакого другого нет, потому что это 41-й год. «Лесной ландыш» предлагала аромат «Трубка». Вот так он выглядел. Для чего мне нравится ее оформление каждый раз. Причем он не позиционировался как мужской. Это был тамский аромат. Просто женщины военных времен, что в Первую мировую, что во Вторую, они тоже добили как паровозы. «Лесной ландыш». Вот такие наборчики. Это аромат 39-го года. Не по хронологии, просто вот этого периода. «Денджер» ныне забытой фирмы «Цирон». «Опасность». Он такой плотно-плотно древесный. У него тоже слетели верхние ноты. Когда я говорю «слетели», это не значит, что испортились. Это значит, они испарились просто из флакона, либо разложились от времени и тоже испарились. То есть как инструмент, где порвана пара струн. На них что-то можно сыграть, но иногда вместо ноты будет тишина. «Скажите, пожалуйста, а неужели с 39-го года еще можно сохранить духи?» Но я же вам показывала 1915-го. «Неужели можно, да?» «Если с 15-го можно, то с 39-го можно. Нумерология ни при чем». «О ценностях, чтобы их найти и купить, в 15-й год будет дороже, чем в 39-й год?» «Нет, это зависит от редкости встречаемости, от жадности хозяина. Вот такие факты. Но дешевать не будет. А зачем вам? Мне понятно, я поймю человека, а?» «А, да, точности. Извините, я забыла. » «То есть им не пользоваться, да?» «Мне попадает чаще всего либо запечатанный экземпляр, либо который вскрывал тот, кто мне их продает, то есть все равно их недавно вскрыли, и то это чудо Господне очень редко, когда там уже не полная тухлятина. Какие-то факторы сошлись, что их никто не вскрывал, их не ставили на свет, они не попадали ни в жару, ни в холод. В общем, действительно чудо. И в составе наверняка у них есть еще какие-то природные консерванты, которые позволили сохраниться. Долгожительство – это не норма. Ну, как и для людей. То есть, если кому-то 110 лет, мы, конечно, порадуемся за него, но понимаем, что сами мы, наверное, нечем. Не обязательно штурм брал, чтобы он когда-то родился 110 лет назад. Ну, если где-то в горах, извините, там тут еще ничего не было. То есть, это частные случаи, а не правила, поэтому любая сохранность духов дольше гарантийного срока – это чудо. И, значит, раз они вскрыты, не надо дать их по муку, чтобы они не пропали, потому что на духе смотреть бесполезно. Их нужно ощущать. У меня музей парфюмерии алистика. Другая продукция фирмы ЦИО называется «Новые горизонты», тоже военных времен. Но этого аромата у меня уже нет. Мы просто на него посмотрим. Кто-то думал, что вот так, разместив водяной знак, он и пережет фотографию от того, чтобы я ее утащила. Нет. Ну, какая реклама хорошая. Это перед войной. 39-й год был тоже. Что-то знакомое такое. Другой арбуз. Может, не арбуз. Это следующий тазач. Фарик Гажер переводится как… Я не помню, какой осел. В общем, это название заведения вроде Мулин Руш, тоже с баджетами и девочками. Поэтому и соответствующая реклама вот этого заведения. Это заведение. И если называются духи, то все понимают в честь чего. То есть это не духи названы словом осел. То есть это не духи названы словом осел. Вот что там происходит в Фарик Гажер. Я не представляю, как с такой штукой на голове танцевать, но они умели. Я преклоняюсь. Я понимаю, конечно, что фото постановочное, но они же с этим действительно танцевали. И теперь понятно, почему такого дизайна флакон ароматов Али Бержер. То есть это вот те самые плюмажи. Это не павлины. Конечно, этот флакончик для Европы, когда у нас пускай будет немного аромата, но зато он достойно формы. Американский вариант – это большая банка и не страшно, что она какая-то неэстетичная. Главное – много и дешевле. Вот так вот выглядят духи. А вот так выглядит парфюмерная вода для Америки, которую я вам сейчас и покажу. 43-й год – фирма «Буржуа». Фирма «Буржуа» основана в 19-м столетии семьей Вертхаймеров. Они делают парфюмерию и косметику, как и сейчас, впрочем. Потом они давали кредиты Габриэль Шанель. В какой-то момент они поняли, что им выгоднее вместе с ней открыть производство, а не проценты по кредитам от нее получать. Поэтому фирма «Шанель Парфюмс» изначально была основана семьей Вертхаймеров, а Шанель получила 10% акций. И эта фирма им принадлежала. Семья владела двумя брендами. Потом через какое-то время они прикупили «Тиффани». И сейчас, по-моему, они все три бренда продали концерну «Коти». Тоже знакомое имя, вот тот наш Наполеончик. Слово «Фалия» – это «безумный осет». Ну вот «безумный осет», «бешеный осет». Где-то я слышала про стрип-шоу «Дикие лошади». Наверное… Да, или оттуда же. Можно я подпишу осетку? Просто расписано туго, не хочу. Причем сделал этот аромат в 43-м году молодой Анри Робер, которого переманили в буржуа из фирмы «Коти». И впоследствии он будет штабным парфюмером «Шанель». Потому что он, наверное, с камерой работает в 43-м. И его племянник сделает, например, «Мадам Роша», «Коррея» Шармесовский. А сам Анри Робер сделает с его «Шанель», «Шанель 19». «Самель 19». Время для Америки. Барка большая, но и без погибших хвоста. Время для Америки. Барка большая, но и без погибших хвоста. Люсьен Лилонг. Человек и бренд. Модельер, который во время войны возглавлял синдикат высокой моды. И который постоянно бился за то, чтобы их не уничтожили, чтобы их не закрыли, чтобы их куда-то не депортировали, чтобы им выдали ткани больше, чем, не знаю, два метра на человека. В общем, у немецкого командования все время были какие-то идеи, а давайте вообще все уничтожим, потому что зачем вам красота, когда везде военная форма и так будет всегда. А давайте мы вас не уничтожим, а всех перевезем в Вену, потому что там будет новая культурная столица. А давайте что-нибудь еще. И вот этот диалог из бриллиантовой руки, а давайте, нет, не надо. А может быть, нет. Люсьен Лилонг был тем, кто все время говорит нет. И он пережил войну, а потом у него разболелось сердце, то есть у него были несколько-то приступов. В общем, он потом слег в больницу, потом после войны закрыл свой модный дом, потому что он очень сильно постарел на такой тяжелой дипломатической работе в период оккупации. И то, что в принципе моду французскую не трогали, это его личная заслуга. И, конечно, у него, как у модельера, были еще свои парфюмерные выпуски. К военным временам относятся. Сейчас даже скажу. Список длинный тоже весь не так смотрим. Карфри, Жимовость, Робин Гуд, Балалайка, Клипс, Жапо, Кастол, то есть замок. Крисмас Три, Минонет, Петунья, Покер Чипс, Мой Валентин, Страсть, Тейл Спин, то есть штопор. Фифи, Кулнист, Секстер, Темпест, Кабашун, Абра-Кадабра, Абра-Кадабра, в три слова, в 43-м. Турбуленс, Хаос, то есть 44-й год, Турбуленс, Хаос, Таблио в 45-м и Папаташ. И то это, я думаю, что не полный список. Вот это и будет Эл Спин 40-го года. Флакон типовой для всех его одеколонов и туалетных вод. Этикетка крепилась на узкое тонкое гордышко. И это не граната, это такая типа восточная вазочка. Еще немножко и кальян получится. Вот какие были сменные капсулы. Это аромат крепость. Причем там есть аромат крепость и туда же еще в набор попали каких-то два. То есть он продавался в наборе с чем-нибудь еще. Очень редкий выпуск. У меня его нет. Такая замечательная дизайн идея. А вот этот аромат у меня есть и я вам его покажу. Это фиши. 41-й год. Опять крепость. Извините, затесалась. Ее фотографий мало. Они маленькие, как правило. У меня тоже не во флаконе, а во клеванте. Вы представляете, во время войны сделали такую туфельку и ему продавали. То есть не флакон туфелька, а в этой туфельке он живет. И положили. На самом деле идея гениальная. У вас закончились на складе одни флаконы, вы налили в другие. А все равно все в туфельке. Современным парфюмерам, если я здесь присутствую, лайфхак. И фиши, по моему удивлению, оказался ананасовым шипом. Это тоже про какую-то легкую довоенную жизнь. Мед сохранился довольно хорошо. Галина, у вас коллекция, получается, тут живая такая? Конечно. Когда вы даете провод, они у вас заканчиваются. Да, заканчиваются. И вот так она у вас заканчивается. Все идет, да? Как с гардеробом? Поносил платье, потом что-то с ним случилось. Выбросил ее на дерья. Вообще, я так удивилась, что ананасовые ароматы были в те времена. Потому что вообще официальная позиция, что фруктовые ноты появились, начиная с мицухо, 1919 года. И то это такой частный случай. Ну, хорошо. Вот запретный плод 1915 года. Тоже посчитаем, хоть и не очень удачная попытка, но ананасы. Их толком научились делать в 90-е. А я нашла первый ананас в 1938 году. Причем даже флакон был сделан в виде ананаса. И это был аромат, он назывался колоний. То есть не колоний, а колоний. Там на рекламе был парусник, пальмы какие-то. Он был про путешествия, про отпуск. Действительно, парус консервируемый ананасами. Фирмы Жан Патун. И вдруг я и на этот ананас наткнулась. Хотя то, чем делают современные запахи ананаса, появилось позже. Видимо, они тогда умели чем-то это изобразить еще. И я не пойму чем, потому что среди современных компонентов я похоже на него нахожу. Умели. Может быть, сейчас эти вещества не производятся. И не скажу, что ананасовая тема была такая популярная, но встречается. 44-й год. Бандит. Я уже, наверное, много раз приносила вам попробовать бандита. По крайней мере, раза три на моих лекциях он был. За 8 лет это много. Принесла сегодня, потому что без него о военных парфюмах говорить глупо. На тот момент все понимали, что бандит – это не мужчина с ножом, а бандит – это военный самолет. То есть, поскольку выпущено французским брендом «Робеттеге», соответственно, «бандит» – это слово французское, но это только с английского. «Бристель-бригант», «бристельский бригант». Это название модели самолета. Британцы сделали самолет. Далее была битва за Нормандию, где эти самолеты себе очень здорово проявили. И назвать коллекцию одежды для показа в честь освобождения Парижа, словом «бандит», это сказать спасибо англичанам впервые со столетней войны, наверное. Потому что это именно в честь их самолета. Так же, как все прекрасно понимали, что если что-то называется «катюшей», то это не про девочку, а про этот здоровенный миномет. Соответственно, «бандит» – это про самолеты. И даже подиум для показа пишут, что был оформлен в виде взлетной полосы. Совсем не было хорошо. «Бандит» делала первая женщина-парфюмер, считается, Жермен Селье. На тот момент у нее был мужчина-летчик. То есть она знала, чем пахнут военные самолеты. Конечно, это не пассажирский лайнер, а вот те самые, которые могут рассыпать. Поэтому она очень хорошо справилась с заданием. Она сделала прямо жидкий военный самолет. Внутри сидит летчик, там же пулемет, там же смазка. В общем, не удивляйтесь, что дамский аромат… А мы помним, что во время войны все ароматы по умолчанию дамские, потому что они очень неком. Что называется «бандит» и пахнет, как самолет с пулеметом. Этот вариант американский. Давайте на эти посмотрим. Поемография тоже несчастная, там с краской. С красками беда. Ну, слушайте. Спасибо, что хоть что-то есть. На более мелких вариантах это не очевидно. Здесь покрупнее. Видите лицо в маске? С красными глазами. Страшно, что-то было. А вот тут какой-то кот в темноте. Для Европы был вариант полезнее. А вот такие здоровенные легости туалетной воды, конечно, были в основном для Америки. Это уже тот флакон, который я держу в руках. Пол-литра. 480 миллилитров – это пол-литра. И я говорю, что он для Америки не только, судя по размеру, хотя это, конечно, их любимый king size, но еще и потому, что сзади написано, как сказал бы задорно, в ледопых американцев по-английски. И это не просто для Америки, а для тех американцев, которые Париж освобождали. То есть у меня в руках флакон 44-го года, первого выпуска. И посмотрите сами, что здесь написано. Что бандиты-бригант одно и то же, граждане, не перепутайте. Мы еще не придумали, как он будет называться, когда мы будем продавать его непосредственно в Америки. А кто в Париже это будет покупать в 44-м? Французские? Нет, им, конечно, кто-то купит. И это будут именно американские солдаты, потому что в Париже освобождали войска Шарля де Горина и 2-я дивизия американская. Такой вздох раздается всегда, когда я достаю баночку. Да, и сам флакон копирует фляжку-вискарик, которая была у любого летчика. Еще один намек на самолет. И не удивляетесь, что он так пахнет. В будущем это любимые духи Пресецкой. Когда Эльза Триоле привезла своей сестры Лили Брик из Парижа бандит. Как раз после войны. И Лили Брик поделилась с Пресецкой, и все. Так, всю жизнь предпочитала только этот, причем старую версию. С летчиком внутри. Это суровый, горький, кожаный шипр. Я вам обещала пули в эту смазку. А это вариант флакона уже для его. Как вам женские военные работают? Я люблю пугать людей. Женские. После этого такое судьми. Это жаль. А когда понимаешь контекст, понимаешь, что иначе я быть не могу. Жизнь суровая. Вы помните наш фильм «Вместо встречи изменить нельзя»? Там же ни одной девочке ромашечки. Вот как раз про 45-й год. Там даже маленькая облигация, вроде как одна из самых женственных, она все равно может в глаз дать. Или как кошка дикая в ресторан. Он очень дисциплинирующий, серьезный, суровый. Ну, слушайте, его носили женщины, которые умеют не только стрелять, но и попадать в цель. Они вообще-то выжили. А это уже привет от того же бренда, но и с 45-го года. Виза. И та же самая автор, что Жармен Селье. На фото флакон, который я держу в руках. Виза – это символ, что скоро мы будем ездить к соседям не только на танке. Что нам, в принципе, понадобятся визы. И вот эти вот чемоданы. Что скоро все у нас будет хорошо. Вот он так туда застрял, просто бумага от времени срухлась, мне его не достать. Потому что сейчас будем не вынимаясь коробочкой пробовать. Это вторая работа той же самой дамы. А бандит вообще был и первой ее работой. Правда, сама дама была яркая, за словом в карман не лезла. Вот представьте себе красивую Фаину Раневскую. И что она отвечает всем, кто говорит, что она что-то не то сделала. По слухам, послушать, как она с кем-то ругается, то есть один из соседних выбранных. Потому что это было художественно. Говорит, как? Очень творческий портовый грузчик. При первой возможности ее друзья и, кажется, даже начальству скинулись, чтобы она открыла собственный бренд. И ушла работать самостоятельно. Потому что с ней было работать трудно. Сейчас визу перевыпустили. И бандит, и визу дали переделать молодому парфюмеру Арилину Пешару в 1999 году. Тогда ему было 29 лет, сейчас, конечно, он уже сильно постарше. И, видимо, надо было ему переделать с учетом современных тенденций. Поэтому и в бандита, и визу попала хорошая доза кокоса. Ну, видимо, без этого не утвердили. А из бандита он убрал кожаную составляющую от слова совсем. То есть там теперь зимний, не будет пыль. Но вот этот летчик там уже не сидит. А виза стала более сочной. И, мне кажется, он еще от себя немножечко, он довольно удачно добавил шампанского. Вот. В этой визе там просто немножечко пьяных фруктов, совсем чуть-чуть. Он эту тему алкоголя развил. Таким современной визой мне очень нравится. Может быть, даже больше, чем старая. А вот про бандит так уже не скажу. Виза нужна. Слушайте, я не знаю, в каком она сейчас магазине. Как это в парфюмере стояло, но оно стоит ли сейчас, затрудняюсь сказать. Я все же мечтала не ходить по парфюмерным магазинам. Мечта сбылась. Не спрашивайте меня, что там сейчас. Я не знаю. Я там не была уже лет восемь. Марсель Роша. Модельер, который тоже открылся в 44-м. Тоже устроил модные показы. Он еще как раз женился на молодой красавице Элен. И поэтому поговаривали, что он именно для нее заказал Рудницкие духи фам, женщина. Может и для нее, но у флакона была фигурка совсем никакой Элен Роша. У флакона была фигурка. И портрет был данным. Не Элен Роша, а Мэй Уэст как раз с такой фигуркой. И в гипюр, который стал фирменным принтом, одевалась тоже не Элен Роша, а Мэй Уэст. Он с такой-то олимпопой. Вот она. Она ее рекламировала еще для тех, кто не понял в честь кого. Амфари. Это уже были поздние рекламки. Тоже были поздние рекламки. А самый первый выпуск был именно с такой амфари. Они сейчас продаются, но немножечко силуэты заменился. А сила это как? Нет, он даже не в пробке, а вот здесь довольно резко обозначена талия и под углом идет вот эта линия сюда. А потом сделали вот талию вертикальную вот тут вот. И вот так она идет потом. То есть старые выпуски отличаются немножко, кто привык, тот поймет сразу. И на старых выпусках написано Марсель Роша, а не просто Роша. То есть при его жизни до 60-го года Марсель Роша. Когда за брендом стоит еще живой человек. И мы сейчас с вами переместимся в Советский Союз. То есть думали, война кончилась? Нет. Сейчас по-моему. Потому что Советский Союз что-то имел общее, но имел что-то абсолютно свое. Помните вот эту тактику? Можно делать вид, что ты ни при чем и просто морщить нос, а можно уйти в партизаны. И откровенно воевать до полной победы. Вот у нас произошла вторая история. У нас не было даже дамских типажей жития в оккупации. Нет, наверное, какие-то были, но слушайте, мало не сохранилось. И это не было чем-то, что можно отдельно выделить в типаж. У нас были труженицы тыла и служащие на фронте. При этом выходили модные журналы. Все равно выходили. Потому что страна не была завоевана, у нее были ресурсы поддерживать какие-то неуменьшения. Сейчас посмотрим на наших женщин. Это Орелик. Ткань не хватило на одинаковые желатья. То есть они же не в униформе. Они просто отстояли очередь и купили отрезы тканей. Каждый сшил себе что-то свое. В фотографии тех времен очень часто, когда семья, допустим, мама и две сестры. Бабушка, мама, дочка. У них будут платья разные по моделям. Одно с воротничком, другое с открытой горловиной. Видно, что модели разные, но из одной ткани. Именно потому что они пошли и купили себе, на троих им выдали определенный метраж, и они все из него сшили. А потом в новых платьях пошли из фотографии. Что еще было? Помните, я говорила, что во время войны ресурсы у нас заканчиваются. У нас в Крыму выращивали розу, лаванду, кориандр. В общем, очень много чего выращивали в Крыму. Не только там. Вот эфиромасличные плантации, теперь у нас поля сражений. Оттуда ничего не привезут. Единственное место, где еще какое-то сырье остается, это Узбекистан. Но в военное время гонять эшелоны с парфюмерным сырьем – это странно. Никто так делать не будет. Поэтому фабрики живут на своих запасах. И на том, что сделают химики-энтузиасты на производстве в тех же городах, где оказались эти парфюмерные фабрики. То есть в Москве что-то продолжает работать, в Ленинграде, потом что-то едет в эвакуацию, что-то разбомблено. Вот сейчас по списочку разрушены. Николаевская и Харьковская парфюмерная фабрика, Украина. Просто разрушены были. Окупация Калуги длилась три месяца. Но там взорвали только что построенный цех нитромускусов. В Калуге сейчас находится законсервированный Калужский комбинат, который был крупнейшим по производству душистого сырья в Союзе. После войны его восстановили и продолжал. А сейчас вот он закрыт. Мы его построили до войны. Цех нитромускусов пришлось взорвать, потому что нитромускусы – это взрывчатки. То есть даже происхождение вот этих мускусов начинается с истории изобретения взрывчатки, когда химик Бауэр взрывалось плохо, пахло хорошо, и он запродал этот секрет парфюмерам. Знаменитый мускус Бауэра, который через какое-то время был заменен более удачными врядами, но начало XX века все унесло на мускусе Бауэра – это взрывчатка. Поэтому немножечко что-то поменяешь и начнешь делать на тех же машинах из того же сырья взрывчатку хорошую. Поэтому пришлось взрывать цех. Заводы. Лена Ромат вывезли из Ленинграда. В Свердловск, а потом в Казань. Вы знаете, наверное, что в Свердловске есть фабрика «Уральские самоцветы». Потом, после перестройки, чуть не сказал после революции, эта фабрика стала Калиной, а Свердловск стала Екатериногой. То есть фабрика там появилась после того, как там посидел в эвакуации Лена Ромат и часть персонала с Ленинграда, будущее Северное Сияние. И они двинулись дальше, в Казань. То есть там, где они посидели немножечко, там возникли и уральская фабрика, и казанская. Потом они вернулись уже после войны. Оставшиеся фабрики в основном делали мыло, конечно, потому что мыло нужно. А первые два года Великой Отечественной духи не производили вовсе, потому что спирт. Вы помните, что спирт у нас стратегическое сырье, а тут у нас еще приказ про фронтовые 100 грамм каждый день каждому. Угадайте, куда вообще весь спирт этиловый, который как раз ее нужно пить, вот это наивысшее качество очистки питьевой, который годится в духе, он весь идет на нужды армии. Более того, сырье, из которого его делают, это в основном Украина, там что-то еще в Сибири есть. В общем, сырья мало, спирт здесь нужен, поэтому духи физически делать не начин. В сороковом году перед войной был придуман аромат Ленинград. Вот так он в какой-то момент выглядел, а мы узнаем, наверное, уже вот в этом варианте. У меня есть его версия уже годов 70-х. Сейчас мы попробуем. Пирамиды ароматы. То, что называется пирамидой ароматы, в Советском Союзе писать нигде было не принято. Писали так, чтобы это помогало его полюбить еще до покупки. А реальный состав, кого он волнует. Например, здесь написано. Это гармония тонких, изысканных ароматов и рис, амбры, розы и нежной зелени. Ну и все. А что вообще? В Советском Союзе из-за отсутствия капитализма, из-за присутствия пятилетнего планирования, мода не менялась не то чтобы вообще, на самом деле вообще. Отличались стили работы разных фабрик. В Ленинграде сложились определенные принципы, в Москве свои. Но в целом, вот как научил всех советских парфюмеров француз Август Мишель, так они и делали. Цветы плюс-минус там похолоднее зелья в Ленинграде, потеплее с амброй в Москве. Но до самой перестройки делали то, что прямо не отличить. Это придумано в 25-м году, в 55-м или 86-м вообще. Поэтому Ленинград, который придуман в 40-м году, делали тоже до самой перестройки. В какой-то момент зарубежная мода совпала вот с этой стилистикой. То есть наш аромат Ленинград прекрасно бы продавался в Европе с 1972 по 77-й. Потом они опять разошлись, а Ленинград продолжали делать с 40-го года. Советская парфюмерия так вот застыла, как муха в янтаре из-за совокупности того, что нет конкуренции, того, что пятилетний план и вся эта машина очень неповоротлива, из-за того, что французский парфюмер, последний оставшийся в Советской России, научил остальных и сказал, что это незыблемая истина, ничего менять не надо. Весь мир ищет, 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 а мы уже нашли идеал. В общем, цветы, конечно, личная тема, в этом плане он прав. Но, наверное, не надо было так буквально воспринимать, что никакой шаг в сторону делать не надо. Тоже еще до войны был придуман аромат «Золотая осень». Мне не удалось его найти живым. Я нашла удачные фотографии флакона в интернете. Он делался тоже на Ленинградской фабрике. Кстати, вот такие пробочки делались на ламповых заводах. Пробки делал обычно другой завод, чем флаконы, поэтому это всегда был нежданчик. То ли красненькую завезут, то и зелененькую. Может быть, металлическую. Поэтому, когда вы где-нибудь увидите в интернете советские духи, знайте, что пробка вообще могла быть любая. А если вам хотелось определенного цвета, то, пожалуйста, заранее ящик армянского коньяка директора пробочного завода. Тогда он вам отгрузит нужный цвет. А им это все равно. Главное, чтобы по диаметру совпадало. На кладу написано, там такой диаметр. Все сходится. А вот это редкие кадры из ныне несуществующего, он тоже пропал без вести, в музее фабрики «Северное сияние». По одной информации, впрочем, довольно надежный источник, его видели уже в частной коллекции нынешнего владельца голландского концерна «Юни Левер», прямо там и в Голландии. По другой версии, он есть, но туда никого не пускают и отказываются дать какую-либо информацию о нем. Я пыталась дозвониться до нынешнего руководства «Юни Левер», и молчат, как партизаны, не отвечают даже от дела маркетинга. Что осталось с музеем? А году в 2008, даже еще, по-моему, в 2010, туда можно было попасть. И эту фотографию делала я. Его собрали энтузиасты, работники еще бывшей фабрики, которые остались в переголонцах. Заперли все в стены, шкафах, заколотили гвоздями. Потом. Мне еще они давали в руки что-то. Попробуй, там будет фотография. А это уникальный экспонат, это духи, вот те самые «Золотая осень», выпущенные в блокадном Ленинграде. Они выпускались и продавались в блокадном Ленинграде. То есть флаконы, это вообще не флаконы, а какая-то ампула медицинская что-то в этом роде, правда? Но смотрите, коробочка, шелк, все как надо. Вид сверху. Для меня открыли витрину и позволили это все запечатлеть. Это я держу. Будет вот такого размера, наверное. Прочту цитату. Британский журналист Александр Верт в воспоминаниях «Россия в войне 1941-1945» писал, что в сентябре 1943 года он прибыл в Ленинград. Положение еще оставалось тяжелым. Ленинские позиции находились в трех километрах от Кировского завода. Бомбежки прекратились, но артобстрелы продолжались. Тем не менее, опустевшись замученный город, начинал оживать. Верта поразило то, что на Невском проспекте продавался предмет немысливой роскоши. Маленькие флакончики духов ленинградского производства. Вот они. А там маленькое, не пластиковое, а что-то резиновое. Сверху обрезинили чем-то, а внутри какая-то пластмасска. То есть что-то медицинское совершенно. Вот так выглядел магазин ТЖ в блокаду. Там еще видно эту вывеску ТЖ «трежья кость». Но ее зашили досками, и вот на этой большой фанерной стене ленинградцы читали сводки. То есть это было место, куда можно прийти почитать сводки. А в Москве в 1944 году выпустили на слова Константина Симонова стихотворение «Жди меня». Духи как раз «Жди меня». Это фотография из каталога 55 кубических сантиметров. То есть большой. Флакон тоже сейчас очень редкий, потому что долго не выпускался. Там был нежный цветочный аромат. Вот так вот выглядела пудра «Жди меня». Вот так вот флакон с притертой пробкой. Но это уже вариант 50-х, не военных времен. Потому что в 50-е появилась линия вакуумного розлива на фабрике «Новая Заря». И стали запечатывать вот так. Чтобы покупатель вскрыл сам и убедился, что до него туда никто не лазил. Сейчас даже флакончик практически невозможно найти. Хочу вас поблагодарить за внимание. Да, это не перечень всех военных ароматов. Но я постаралась на них взглянуть с точки зрения производства. И увидеть еще глазами тех, кто их носил. То есть вылезти на шкуру, так сказать, газами. Понять, почему уж оно перестало нравиться. Прокатиться так вот на машине времени. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ